Всем привет! Кибербол продолжает цикл видео о нераскрывшихся звездах FIFA. Его называли новым Уэйном Руни и главной надеждой Англии. В возрасте 16 лет, 6 месяцев и 9 дней он дебютировал за Эвертон в АПЛ. В FIFA 2009 и 2010 он спокойно дорастал до рейтинга 89 и 88 соответственно. Но вот в реальной жизни этот парень так и не сумел оправдать возложенные авансы. Наш сегодняшний герой Джози Бакстер. Бакстер является воспитанником Академии Эвертона, где он начал заниматься с 6 лет. Когда парню только стукнуло 16 и риски взяли его на сбор со взрослой командой. Еще через несколько месяцев состоялся его дебют в основе. Затем было подписание хорошего контракта с повышенной зарплатой. События развивались очень стремительно и старт карьеры вышел сказочным. Суммарно Джози сыграл в дебютном сезоне 4 матча, один из которых в основе. Казалось бы, следующий сезон должен стать переломным. Бакстер получал достаточно игрового времени в Лиге Европы. В чемпионате дела шли не так хорошо, но тут грянул гром. 17-летний Бакстер был арестован по подозрению в хранении наркотиков и печати фальшивых денег. Недавние восторги прессы переросли на нереальное давление, с которым парень не справился. Джози съездил в аренду в соседний Транмер Роверс, но вернувшись так и не смог закрепиться в Эвертоне. Бакстер психанул и не стал продлевать контракт. Он пытался трудоустроиться в Кристал Пелос, но в итоге оказался в Олдхэме из Лиги 1. Там Бакстер вкинул 13 голов, один из которых выбил из Кубка Ливерпуль. Но амбиции команды не совпадали с желаниями все еще молодого футболиста. И он перешел в Шеффилд Юнайтед из все той же Лиги 1. Там он занял позицию плеймейкера, продолжая забивать, но подняться хотя бы в чемпионшип команда не сумела. А в мае 15-го года Бакстер снова вляпался в проблемы из-за наркотиков. В его крови обнаружили следы экстази, и это обернулось восьмимесячной дисквалификацией. Джози сумел вернуться в футбол в феврале 16-го года, но футбольные органы держали парня на строжайшем контроле и брали его анализы два раза в месяц. И очень скоро Джози был пойман на кокаине. В качестве не очень приятного бонуса за это прилетела годичная дисквалификация. Бакстер не имел права играть до лета минувшего года. Его родной клуб Эвертон не оставил футболиста в беде и приютил его у себя. С августа Бакстер стал выступать за молодежную команду «Ирисок». Ее тренеры нахваливали парня за старательность и самоотверженность. Но все это можно воспринимать лишь как слова поддержки для футболиста. Контракт с Эвертоном истекает этой зимой. И возможно Бакстер попробует все начать сначала в какой-нибудь команде из низших дивизионов. Ведь ему всего 25. Последнее появление игрока в FIFA датировано FIFA 16. Там у него была серебряная карточка центрального атакующего полузащитника с рейтингом 66. Ни о каком росте под 90 уже речи не шло. Бакстера можно было прокачать в режиме карьеры до 71. Ставь лайк, если тебе нравится эта рубрика и ты будешь ждать ее продолжения. Пиши в комментариях рассказ о ком ты бы хотел увидеть в следующем выпуске. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видео от Кибербола. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok